У меня появилось новое видение мира. Это когда тебе 70 или приближаешься к этой дате, ты по-другому ценишь жизнь. Потому что, ну, когда впереди 30-40, вроде бы ещё есть время. Я попробовала химический карандаш. Оказывается, он на коже великолепно смотрится и живописно. Дальше я попробовала новые формы, новые материалы для лепки. Представлено здесь без малого полсотни картин. Все работы экспериментальные. Живописные портреты отражают мотивы известного итальянского художника Модельяни. Тёплые тона композиции душечкам передают мягкость и душевность женского состояния весной. А образ полечка в серых оттенках напоминает зиму. Шарм придают головные уборы, которые прикрывают глаза героинь. А вот это самая первая работа автора. Полотно под названием «Путь» создано ещё в 1992-м. Картина в тёмных тонах описывает непростой и тернистый путь художницы. В основе лежит натуральная кожа. Бурное течение жизни автора передаёт и диагональная композиция крылья. Образ птицы, который борется со шквалистым ветром. Выразительность деталей на полотнах достигается за счёт объёма цвета фактуры. В картине звучал романс, просматривается романтическое настроение. В силуэтной постановке героини и её костюме ощущается стилистика XIX века. Многогранная, потрясающая цветовая гамма. Она сдержана и в то же время она широко раскрыта. Качество работы и отношение к этому всему, с любовью главное. В её работах всегда чувствуется равновесие, духовность, стилистика, эстетика. Благодаря ей я захотела тоже творить, писать, путешествовать, показывать людям этот мир искусства. Работы очень стильные. Видно сразу рука мастера. И очень мне понравилась серия работ по мотивам модельяния. Произведения искусства складываются из сплетения случайных линий трещин на самом материале. Дополняют их пятна и дефекты. Увидеть необычные картины можно по адресу Максима Горького, 8. В любой день, кроме понедельника и вторника. Художественный музей работает с 10 утра до 7 вечера. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.